В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день января с погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а днём до 12 тепла. В Дворце спорта «Юбилейный» прошёл ставший уже традиционным турнир, посвящённый памяти мастера спорта по самбо международного класса, неоднократного чемпиона Европы и мира, депутата Народного собрания Карачаева-Черкесии Мухаммеда Кунижева. Соревнования имени нашего выдающегося земляка в очередной раз собрали в нашу республику сильнейших самбистов из множества регионов страны. Ахмад Халкечев расскажет подробнее. Восьмой уже по счёту всероссийский турнир по самбо памяти Мухаммеда Асламбековича в этот раз собрал 158 участников из самых разных регионов нашей страны. После официального открытия состязаний участников турнира поприветствовал министр физической культуры и спорта Карачаевой-Черкесии Рашид Узденов. Спортсменам по традиции желаю много ярких побед на своём жизненном пути. Всем собравшимся мирного неба над головой, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Крайне высокая конкуренция и предельный накал спортивного азарта среди участников состязаний проявились с первых же минут. Оно и понятно, ведь данный турнир является ещё и отборочным на чемпионат России. Следит за выступлениями участников и контролирует работу судейской коллегии заслуженный тренер России, судья всей российской категории Юнус Ход. Я уже несколько раз на этом турнире главный судья. С каждым годом всё больше участников становится. И сами видите, призёры России участвуют, призёры и чемпионы своих федеральных округов участвуют. Сборная Карачаевой-Черкесии очень сильно выглядит на этот раз. Ребята уже несколько лет подрастают. И видно, что ребята-тренера уже хорошо поработали за прошлые годы. С прошлым годом связи, если их сравнивать, то намного лучше уже выступают ваши. Очень много ребят в финал вышли. Первым из числа представителей нашей республики золото турнира выиграл воспитанник Азамата Охтова Амир Охтов, выступавший в категории 46 килограммов. Провёл я четыре схватки, соперники все были террором. Слабых не было. Эдуард Кишмахов, выступавший в категории 58 килограммов, чтобы стать чемпионом турнира, провёл пять схваток. В финале наш самбист вышел с представителем Адыгеи. И, как признаётся сам Эдуард, спортсмен из соседней республики оказался самым сложным. Родка была довольно таки упорная. Как ты думаешь, что тебе прижит? Ну, помогут работать. Подсказка тренера. Без тренера боя бы не смог. Он мне говорил, расшатывать его на технику с ним бороться. И получилось. Организацию и проведение мемориального турнира каждый год финансово поддерживает семья и многочисленные друзья Мухаммеда Асламбековича. Цель единственная. Убрать молодёжь с улицы, с дороги, чтобы они приобщились к спорту. Учёба, спорт, учёба, спорт. Это наше будущее. Человек, находясь в спортзале, и само сознание формируется, и уважение друг к другу формируется, и уважение к старшим формируется. Я думаю, это одно из первых мест он занимает в воспитании нашей молодежи. Мухаммед был не только спортсменом высочайшего уровня, но и человеком широкой души и большого сердца. Его как истинного патриота своей родины и своего народа искренне заботили вопросы правильного воспитания подрастающего поколения, вспоминают близкие. Он всегда старался даже в ауле, в КСЖ, молодёжь, детей направлять правильно, чтобы они занимались спортом. Он сам покупал им то, что в тренировках нужно, возил на соревнования. Когда он ехал, те, которые с ним занимались, если у них не было возможности поехать, он старался помогать всем. Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, друзьям Мухаммеда, которые из года в год, не забывая, такие мероприятия проводят в честь него, и даже призы. Всё это организовать не очень легко. Вот из года в год они продолжают это делать. Огромное им спасибо. Ахмат Халкечев, Расул Бергиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. Об 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Дзинаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.У.